Здравствуйте! На что имеют право взыскатели долгов, как регулируется и контролируется работа коллекторов? Об этом говорим. В нашей студии начальник отдела по ведению госреестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченных задолженностей Управления Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области Оксана Козлова. Оксана Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Наступил Новый год, первый раз мы встречаемся в этом году. И хотелось бы узнать, появились ли какие-то изменения в законе о деятельности коллекторов? Ну, незначительные изменения появились, конечно. Еще предстоит ряд изменений, которые еще пока не вступили в законную силу. Но данные изменения в основном коснулись самих юридических лиц, которые изыскивают просроченную задолженность. Например, одно из изменений – это при направлении СМС-сообщения и новое сообщение должнику юридическое лицо теперь имеет право по самосмотрению указывать сумму долга в данном СМС-сообщении. То есть, если раньше это было запрещено, то сейчас юридическому лицу здесь предоставили право выбора. Он либо может указывать сумму долга, либо нет. Но это, по крайней мере, то изменение, которое вступило в законную силу и действует. Есть ряд изменений. Ну, пока мы их, так скажем, забегать наперед не будем озвучивать, потому что они пока не вступили в законную силу. Но изменения, да, конечно, грядут. Скажите, пожалуйста, юридические лица, которые занимаются взысканием задолженности, они должны иметь свои сайты или электронные ресурсы, чтобы знать о них информацию тоже? Да, само собой, это обязательно вообще требование, которое предъявляется к юридическому лицу. То есть, при включении в государственный реестр, есть определенный перечень требований, которым должен юридическое лицо соответствовать. И одно из этих требований – это иметь свой интернет-сайт, чтобы любой гражданин, любой должник, заемщик, он мог обратиться к данному сайту и получить оттуда всю необходимую информацию о данном юридическом лице, которое, допустим, осуществляло с ним взаимодействие. А вообще существует реестр? Он федеральный или он по области тоже может быть, который включает вот эти юридические лица, которые занимаются? Ну, конечно, государственный реестр, он федеральный. Само собой, на нашем официальном сайте управления имеется наш реестр. По Самарской области включено 4 юридических лица. А также в полном объеме весь федеральный государственный реестр располагается на сайте ФССП «Россия». То есть там включено в реестр порядка 300 юридических лиц, которые имеют право заниматься взысканием просроченной задолженности. То есть всех юрлиц можно просмотреть там. Вот уже какой год вы говорите одну и ту же цифру, 4 юридических лица. Вот о чем этот свидетельствует, если проанализировать? Их ни меньше, ни больше не становится. О какой-то стабильности или нет? Ну, это значит, что закредитованность нашей территории, то есть Самарской области, да, ну, не имеет таких вот глобальных, наверное, массово, не носит массово такой характер, да. При этом, значит, юридических лиц, которые занимаются взысканием просроченной задолженности, ну, наверное, считают это, наверное, невыгодным заниматься. Оптимальное количество на вот этот процент закредитованности. Совершенно верно. То есть 4 юридических лица, которые включены, их достаточно на нашей территории для того, чтобы заниматься взысканием просроченной задолженности с населения нашей области. А в каком случае такие юридические лица могут быть исключены из реестра? За какие нарушения? И бывали ли такие вот в вашей практике случаи? Да, конечно. Ну, например, буквально 17 января 2019 года, да, с этого начался год, в Нижнем Новгороде исключили из государственного реестра юридическое лицо Агентства ликвидации долгов. Данное юридическое лицо нарушало действующее законодательство, нарушало порядок взаимодействия с должниками посредством угроз, имущества, жизни, здоровью. Также жалобы рассматривались и в нашем управлении. На данное юридическое лицо были составлены протоколы о привлечении к административной ответственности. В связи с тем, что данных нарушений было много, административных дел возбуждено аналогично также много, было принято решение управлением по Нижнему Новгороду исключить из государственного реестра за допущенное нарушение. И данное юридическое лицо теперь не имеет права заниматься заисканием просроченной должности. Это на какой-то срок или исключаются вообще навсегда? Или существует какой-то срок, после которого они тоже могут претендовать быть включены? Ну, есть срок, да, после которого они могут претендовать, но, как правило, они больше не претендуют. Ну, это, наверное, самое суровое наказание, да, исключение из реестра. А что касается штрафов или других санкций, какими они бывают в отношении вот таких вот? Ну, как правило, штраф идут от 50 тысяч и выше, доходит до 2 миллионов рублей. Помимо штрафов есть такая мера, так скажем, наказания, как дискалификация юридического лица, ну и уже исключение из государственного реестра. А что касается самих должников, то кого вообще нельзя беспокоить? В отношении кого коллекторы не могут действовать, применять вот свои меры воздействия? Есть такие категории? Конечно. Ну, например, кредиторы не имеют права взаимодействовать с должником, который судом признан несостоятельным банкротом. Далее, не имеют права взаимодействовать с должником, который находится на стационарном лечении, в лечебном заведении. Далее, это если гражданин у нас является недееспособным, если гражданин у нас является инвалидом. То есть такой категории граждан категорически запрещено. Но если в первом случае, когда у нас гражданин является банкротом, здесь сообщать кредитору о том, что он банкрот, гражданин не обязан. То в остальных случаях данная категория носит заявительный характер. То есть граждане должны кредитору сообщить о том, что недееспособный, инвалид, либо находился на стационарном лечении и в обязательном порядке предоставить документы, подтверждающие данный факт. Я слышала, и несовершеннолетним тоже нельзя звонить. Ну, это само собой. Это, конечно, запрещено законом. Потому что, например, если звонить, звонить родителям, они не отвечают должным образом. То есть детей в никаком случае... Нет, несовершеннолетним категорически звонить запрещено. Запрещено, да. Если вспомнить статистику по прошлому году, то вот как можно оценить работу вашего отдела? Вообще вот эффект, он в каких категориях, критериях оценивается? Ну, если проводить аналогию с прошлым годом, то в 2017 году поступило порядка 780 обращений граждан на действия коллекторов. Было составлено более 55 протоколов возбужденных административных дел. За 2018 год данная цифра значительно возросла. Здесь уже более 960 обращений поступило. Составлено более 70 протоколов о привлечении к административной ответственности. Сумма их составила порядка миллион триста. А что представляет из себя вот этот бланк обращений? И в каком случае нужно обращаться к вам? Что должно быть вот такой чертой, когда вот нужно идти и уже жаловаться и писать свои претензии в отношении коллекторов? Чаще всего как происходит? Ну, как правило, дожникам совершен звонок, либо осуществлен визит, там, личная встреча. Они тоже пишут, к нам обращаются с жалобой, что вот их беспокоит коллектора. Можно прийти к вам обязательно? Ну, это право гражданин. Или по электронному тоже вот сейчас можно через сайт как-то вот такую жалобу отправить? Ну, конечно, это право гражданин, но он либо может прийти на личный прием, либо направить по почте, либо обратиться через интернет-сайт. То есть обращений, получается, становится больше? Обращений, да, становится больше. И нужна, наверное, какая-то доказательная база, вот как фиксировать вот эти нарушения. Вы же не примете, наверное, вот просто вот если скажут, вот меня тревожит ночью, а когда... Мы примем любое обращение, да, но если к нему будет приложено доказательство, документы, подтверждающие доводы гражданина, это же, конечно, большой плюс. Но, как правило, сейчас граждане стали более сознательны, так скажем, стали больше пользоваться своими правами, и уже к обращению они к нам предоставляют детализацию звонков со своего номера, где указывают, подтверждают, в какие периоды, с каких номеров поступали звонки. Прикладывают диски, флэш-память с записями разговоров, прикладывают скриншот своих сотовых телефонов, содержанием СМС-сообщений. В принципе, основная масса обращений, которая сейчас поступает граждан, она уже, то есть эта масса имеет вот доказательную базу, что также, в принципе, и нам работу упрощает, и в то же время это дополнительное и немаловажное доказательство нарушений, допускаемо коллекторами, и это является основанием для привлечения их к административной ответственности. Когда коллектор только начинает, приступает к работе по взысканию задолженности, должен ли он как-то представиться и представить вот то агентство, которое он представляет? Где взять вот эти документы, и нужно ли с ними знакомиться должнику, чтобы понимать, что действительно вот это... Ну, в первую очередь, коллектор не должен, он обязан при совершении телефонного звонка должнику назвать фамилиями отчества в обязательном порядке, юридическое лицо, интерес к которому он представляет. В обязательном порядке он должен озвучить, что ведется запись разговора. Это обязательные требования, атрибуты, которые должны быть соблюдены. Уже после соответствующего представления он может продолжить диалог, по вопросу взыскания просроченной задолженности. Но помимо этого, не мешало бы еще идентифицировать личность. То есть, действительно ли корредитор позвонил именно этому должнику, именно с такими данными, чтобы не получилось раскрытие персональных данных иных третьим лицам. А занимается ли ваш отдел защитой прав самих юридических лиц, которые занимаются взысканием задолженности? Ведь может случиться тоже всякое? Обратная реакция тоже может быть какой-то не... Да нет, у нас... прав и интересов физических лиц при взыскании просроченной задолженности. По отношению к юридическим лицам у нас, наоборот, осуществляется контроль и надзор. Мы проводим плановые и внеплановые проверки. Мы, в свою очередь, контролируем, чтобы как раз этот вот закон по защите прав физических лиц, он не нарушался. На юридическим лицам и соблюдался, и права граждан были соблюдены в полном объеме, и свои требования, и, вернее, свои обязанности юридическое лицо исполняло добросовестно. А как коллекторы начинают работу, вот какая схема, как они работают с банками, с должниками? Вот как все это начинается с самого начала? Как вот этот механизм запускается в взыскании задолженности? Ну, юридическое лицо приобретает задолженность граждан. Сведения. По договору о уступке прав требования, по агентским договорам, по договорам цессии. Заключают с банками, с иными кредитными организациями данные договора. И, получив все данные о должниках, они начинают по отношению к этим должникам работать. Как раз вот по вопросу взыскания долга. Здесь уже они обязаны соблюдать требования и порядок взаимодействия, который установлен настоящим федеральным законом о защите прав граждан. А оговариваются ли какие-то сроки, в течение которых долги должны быть взысканы? Или этот срок, он не регламентирован? Когда заключаются такие договоры? Ну, это условия договора, как бы мы данных договоров, да. Ну, в законе прописано, единственное, что прописано по срокам, что должник имеет право отказаться от взаимодействия с коллектором, при условии, что просроченная задолженность более четырех месяцев. После этого, когда она достигла определенной вот даты, определенного срока, должник имеет право направить коллектору заявление и отказаться с ним взаимодействовать непосредственно взаимодействием, это телефонными звонками, личными встречами. Но при этом сохраняется взаимодействие почтовыми отправлениями. А могут ли коллекторы описать имущество должника, действовать уже в таких вот в рамках, не просто напоминать о долге, а вот уже приступать к таким серьезным мерам? Нет, коллекторы не имеют права совершать никаких действий по отношению к имуществу должников, никаких актов описи ареста, составлять они не имеют права. Данная полномочия возложена только на судебных пристав исполнителей в рамках возбужденного исполнительного производства. Коллектор имеет право взаимодействовать только с теми методами и действиями, которые установлены в 230-м федеральном законе. Вы сказали, что должник может отказаться от звонков и от общения с коллекторами. А как это сделать? Опять же, нужно обращаться к вам, писать какую-то, заполнять форму? Нет. На сайте, в интернет-ресурсах имеется специальный бланк заявления. Оно заполняется, но в обязательном порядке. Данное заявление должно быть направлено коллектору исключительно либо через нотариуса, либо заказным письмом с уведомлением, чтобы у гражданина имелась информация о том, что коллекторам данное заявление получено. Просто если после получения данного заявления коллектор продолжит свое взаимодействие и продолжит совершать звонки, например, должнику, то это будет являться нарушением закона, и это является основанием для обращения жалобы к нам в службу для принятия мер к данному коллектору. Мы поговорим еще о правах коллекторов в отношении должников. Что мы должны знать? Какие права они имеют для того, чтобы достигнуть своего результата? Они имеют право звонить. Опять же, порядок звонков установлен законом. Это, например, не более одного раза в сутки. Направлять смс – это не более двух смс в сутки. Звонки совершаются исключительно с 8 часов утра до 10 часов вечера. До 8 и после 10, но, само собой, запрещено звонить. Это могут быть личные встречи, но личные встречи не более одного раза в неделю. Это могут быть почтовые отправления, то есть какие-то письменные уведомления с напоминанием за должность и так далее. Четкий порядок, он указан в законе, четко прописан и по количеству звонков, и по количеству направляемых смс-сообщений. И данный порядок коллектор нарушать не имеет права. Ну, очень часто слышишь от сотрудников каких-то организаций, что звонят им на работу, кто-то взял долг, не отдает, и тревожит и сотрудников, и вечером, и начиная с утра приходит, и уже начинает, вот ваш там сослуживец взял деньги, ей не отдает, передайте ему, позвоните и так далее. Есть жалобы от родственников, от каких-то даже третьих лиц, от соседей, которые, казалось бы, вот к этому должнику не имеют никакого отношения. Вот как с этим бороться? Ну, звонить работодателю коллектору тоже запрещено. То есть законом четко указано, что беспокоить должника на работу, распространять информацию коллегам и иным третьим лицам также запрещено. Поэтому, если граждан беспокоят на работу, то также основание к нам обратиться с жалобой, которая будет рассмотрена и принята мера. Беспокоить третьих лиц, родственников, соседей, тоже запрещено законом, но коллектору могут звонить при наличии письменного согласия от должника. То есть если должник дал свое согласие на взаимодействие с третьими лицами, то здесь можно коллектору, он будет звонить сестре, брату, родителям. Если нет данного письменного согласия, это также запрещено, это опять же является основанием обратиться к нам. И коллекторы, они работают тоже вот по информации о прописке, потому что, допустим, прописан должник в одном месте, живет в другом, и на домашний телефон коллекторы также беспокоят людей на основании того, что прописан должник именно по этому адресу. Как вот в такой ситуации? Ну, такие ситуации у нас были, у нас были такие обращения, мы проводили проверку в отношении юридического лица, и не одного. Мы запрашивали пояснения, на каком основании совершаются звонки в отношении данного должника по этим адресам, по этим телефонам. На месте юридическое лицо разбирались, ситуацию выясняли, и данные номера и адреса, если было установлено, что должник уже давно там не проживает, это было подтверждено, данные адреса и телефонные, юридическое лицо исключали из своей базы, и больше по этим данным людей не беспокоили. Но опять же, это необходимо обратиться, указать, кому звонят, на какие номера, с каких номеров, для того, чтобы была проведена, например, внеплановая документарная проверка, по результатам которой будут приняты меры. Кажется нам всем, что никогда это нас не коснется, хотя вот очень много людей берут кредиты, и хотелось бы узнать, начиная с какой суммы задолженности уже подключаются и коллекторы, и судебные приставы, и другие структуры, когда вот начинают уже взыскивать задолженности, таким путем. Да, но коллекторы могут взыскивать любую сумму задолженности. От кого это зависит? От того, кто подает вот... Ну, они заключают с кредитором, с одной кредитной организацией договор. Ну, самые минимальные суммы, максимальные, вот какие вот есть в практике? Ну, вот исходя из тех обращений, которые поступают, суммы взыскиваются абсолютно различные, и 1800 рублей, и 95 тысяч, и 370. То есть суммы абсолютно разные, то есть и как минимум, так и максимум. Никто не застрахован, в общем-то, от взаимодействия с коллекторами, даже если минимальное, казалось бы, там нет и 2000, и уже можно. Ну, любой гражданин, у которого имеется просроченная задолженность, он не застрахован от взаимодействия с коллектором. А вот эта цифра по статистике, вот кто сегодня в поле зрения коллекторов есть по Самарской области, вот цифра должников бывает? У вас есть такие сведения или нет? Она растет год от года, может быть, в настоящее время? Ну, вот исходя из того количества обращений, которые поступают, то да, цифра увеличивается. Ну, например, на сегодняшний день, да, там, с 9 января по сегодняшний день, вот за 2019 год, мы уже имеем порядка 50 обращений, не более. То есть граждане уже активно жалуются, их Новый год начался с беспокойства их коллекторами. Уже составлено 9 протоколов, то есть нарушения установлены, они подтверждены. Граждане молодцы, то есть они идут на контакт, они информацию подтверждают, они всячески содействуют, то есть сейчас они пытаются также отстоять свои права и законы интереса. Соответственно, все, что нам необходимо, если, допустим, мы возбудили административное расследование там в отношении кредитора, граждане приходят, пишут объяснения, приносят дополнительные доказательства. То есть также всячески пытаются свои права и законы интереса защитять, отстаивать. А что является основанием для вашей проверки, как плановой, так и внеплановой? Как вы работаете? Как часто такие проверки происходят в год? Потому что, казалось бы, всего 4 юридических лица, их можно проверять раз в месяц. Ну нет, проверять мы можем, мы также и обособлены подразделения, независимо от того, где он находится. Проверять мы также можем юридическое лицо на любой территории Российской Федерации. Ну, например, если гражданин нам жалуется на юридическое лицо, которое находится в Москве, мы также инициируем внеплановую документальную проверку. А гражданин из Самарской области, получается? Совершенно верно. Потому что административные дела по статье 1457, по которой мы возбуждаем в отношении юридических лиц, они рассматриваются по месту проживания, месту нахождения физического лица. Таким образом, проверки мы проводим отсюда, то есть из нашего управления. Документы направляются юридическому лицу, как в Москву, как в Питер, в Ульяновск, в Челябинск, независимо от того, где он находится. Проверку проводим любому юридическому лицу. Можете ли вы дать какие-то советы изначально для тех, кто только собирается взять кредит, для того, чтобы не стать потом должником и не взаимодействовать с коллекторами? Потому что вот уже, как находясь в такой ситуации, изнутри вы все это видите, и какие-то ошибки может потребители сами завершают, когда залезают? Ну, оформить кредит и заключить договор с кредитором, это, ну, само собой, это право гражданина, да, то есть никто не может ему запретить и так далее. Ну, единственное, что для того, чтобы потом вот не попасть в ситуацию, в неприятность, связанную с взаимодействием с коллекторами, ну, наверное, лучше внимательно читать документы, условия кредита, условия договора, чтобы человек понимал, осознавал, что данные условия его устраивают, что он их осилит, что он сможет выплатить, ну, и тогда уже принимать взвешенно обдуманное решение о оформлении данных документов. Ну, ситуации, опять же, бывают разные, и человек думает, что он не обойдется даже без кредита, чтобы изменить как-то жизненную ситуацию, что нужно обязательно залезть, чтобы решить какую-то вот сложную проблему. Ну, взыскание просроченной задолженности, оно в любом случае будет. Она будет взыскана либо в досудебном порядке, вот как раз юридическими лицами, которые взыскивают просроченную задолженность, либо юридическое лицо обратится в суд с взысканием в судебном порядке. Судом будет вынесено решение, выдан исполнительный документ, который будет к нам предъявлен. Ну, уже понятно, будут взаимодействовать судебный пристав исполнителя в рамках, там, закона об исполнительном производстве. Но задолженность будет взыскана. Вы уже не первый год работаете вот в этой системе. Скажите, как-то меняется само отношение к коллекторам? Потому что одно время это было такой темой, даже фильм художественный сняли коллектор, вот с Хабинским в главной роли. И это очень обсуждалось. Сейчас, на мой взгляд, эта тема как-то вот сходит. Это уже нет такого бурного обсуждения. И кажется, что вот таких вот и скандальных каких-то вот нет историй. Или это только так кажется? Ну, слава богу, на территории Самарской области вопиющих, скандальных историй нет, что очень отрадно. В принципе, сейчас поведение, так скажем, коллекторов по отношению к должникам, оно значительно улучшилось. Граждане стали больше жаловаться, стали больше защищать свои права и законные интересы, стали к нам обращаться, мы принимаем меры. Соответственно, на юридическое лицо накладывается штраф. Но в избежание получения, так скажем, нового штрафа, в избежание, скажем, негативного какого-то отношения к себе, юридическое лицо начинает работать более добросовестно в рамках закона. Ну и, соответственно, гражданин, должник, идет с ним на контакт, пробует, пытается взаимодействовать, и отношения более-менее у них налаживаются. Ну, год практически только в самом начале. Если можно, расскажите о ваших планах, быть может, какие-то у вас есть задачи, которые вы ставите и перед сотрудниками отдела, и перед собой тоже? Или это в основном плановая работа, которая... Ну, само собой, да, это в основном плановая работа, это защита прав и интересов граждан, это проведение проверок юридических лиц, да, опять же, в целях защиты прав и интересов граждан, это рассмотрение обращений граждан, это возбуждение и проведение административного расследования в отношении кредиторов, которые нарушают. Ну, это все плановая работа, которая, в принципе, уже, как вы сказали, в третьем году. И вот, если говорить о юридических лицах, коллекторах, вы тоже с ними общаетесь, может быть, вы от них слышите какие-то инициативы, которые тоже, вот они хотят как-то вот защитить, опять же, вот свои права, хотя вы работаете с физическими лицами, но, и с другой стороны, тоже вот им что-то нужно, чтобы вот их работа тоже была эффективнее, потому что мы понимаем, что всякая работа, это работа. Ну, здесь права и предпочтения либо пожелания юридического лица, они все-таки направляются не к нам, не к вам, да, в таком приватном разговоре. Да, в иные структуры, но, например, у них есть какие-то предложения по внесению изменений в действующий закон и так далее, то, соответственно, у них есть такие предложения, но вносят они их в соответствующую структуру, ну, а уж как они рассмотрены, Но право у них тоже есть. Ну, конечно. Ну, что ж, спасибо за эту важную и полезную информацию, всего хорошего, прощаюсь я и с вами, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»